МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Первый мы, Тищенский, время новостей. В студии Светлана Покровская. И вот о чем мы расскажем сегодня. Масштабный проект. Как продвигается строительство школы на улице Мира. Ход работ проверила комиссия. Подготовительные работы по фасаду, то есть кронштейны, утепления выполнены. Долой незаконные объекты. В микрорайоне «Дружба» обнаружили полуразрушенное здание с жуткой антисанитарей внутри. Какова его судьба? Администрация планирует обратиться в мытищенский городской суд к собственнику с заботой о природе. Сотни мытищенцев присоединились к экологической акции «День в лесу». Призываю всех участвовать в данных акциях. Для нашей природы это очень важно. Передовики производства. Сотрудников мытищенского машиностроительного завода поздравили с профессиональным праздником. Мне приятно на самом деле, что оценили мой вклад. Бег в семейном кругу. Уаровский кросс прошел в мытищах в третий раз. Родители должны личным примером показывать, что спорт сегодня – это норма жизни. Начнем выпуск с темы строительства. На улице Мира продолжается возведение школы. На площадке ведется монтаж внутренних инженерных систем и наружных коммуникаций. Устанавливают вентиляционное и лифтовое оборудование. Внутри здания идет отделка помещений, а на пришкольной территории – работы по благоустройству. Ход строительства проверила профильная комиссия и наша съемочная группа. Репортаж Сергея Берзина. Специалисты администрации, госстройнадзора, сотрудники городской прокуратуры на этом объекте, на улице Мира, бывают часто. Приходится распутывать клубок накопившихся проблем в планировании и реализации хода работ. Школа сложна и велика по физическим размерам. 26 тысяч квадратных метров площади. Длина только коридоров и рекреаций на четырех этажах более километра. Здесь, несомненно, должны трудиться не одна и не две бригады. Счера было 8 человек, сегодня здесь человек сколько? 130-150. Нет, сейчас где-то 90. Сейчас 68. Только что мы обсудили этот вопрос. На сию минуту здесь 68 человек. На каких-то участках проводится остекление. Где-то идет облицовка фасадов. А где-то еще предстоит утеплять кровлю. Именно находясь здесь, на крыше строящейся школы, понимаешь, какой еще предстоит объем работ и когда она будет выполнена. Именно этот вопрос обсуждается в ходе выездного совещания главы городского округа. Вопросов много. Много конкретики. Много расчетов. Все это должно обрести. Реальные черты. Пришел материал, стелим пленку, минвату, запаиваем в пленку и дальше сверху керамзит и стяжка. Глава городского округа знает проблематику объекта досконально. Работа ведется поэтапно, а главное ритмично. Фасадчики пока подвинутся, они здесь выполнены, они вернутся назад на этот фасад. Им есть фронт работы. Квалифицированных рабочих, плиточников на фасадах не всегда хватает. Нагрузка на них возрастает. В конце совещания комиссия приходит к выводу, именно в этом направлении надо работать с удвоенной энергией. Каждый день дорог. По фасаду у нас намечены пути, что мы приглашаем еще организации в усиление, потому что подготовительные работы по фасаду, то есть кронштейн на утепление выполнены. То есть сейчас идет только финишная плитка. Основные работы по тепловым сетям, металлическим конструкциям спортзалов и насосным станциям выполнены на 80%. Но впереди самый ответственный этап – отделка внутренних помещений. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Работы по выявлению самовольных построек в Мытищах продолжаются. Еще один подозрительный объект обнаружили в Комсомольском переулке в микрорайоне Дружба. Ранее собственник реконструировал здание без получения на это разрешительной документации. Сейчас внутри царит жуткая антисанитария, а проживают там мигранты и лица без гражданства. Наша съемочная группа разбиралась в деталях. Еще совсем недавно жители микрорайона Дружба, да и всех мытищинцев, потрясла новость водителя, который привязал собак к машине и нажал на педаль газа. Сейчас мужчина находится под следствием, а животные восстанавливаются после колоссального стресса. Но история получила неожиданное продолжение. В списке правонарушений, помимо жесткого отношения к четвероногим, на счету гражданина выявили возведение самовольной постройки. Приехав на место, комиссия обнаружила по всем приметам ветхое жилье. Выбитые окна, проломленные полы и повсюду металлические штыри. Эта крыша держится буквально на нескольких балках. Если эта балка падает, то, соответственно, вот эта крыша падает абсолютно на тех людей, которые находятся в этом здании. По документам, в этом месте должно стоять двухэтажное жилое здание площадью 150 метров квадратных. А по факту, собственник возвел дополнительно еще два этажа. Также нами было установлено, что данная постройка находится на трех земельных участках с видом разрешенного использования, индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Вместе с тем, было неоднократно зафиксировано, что здесь проживают лица, не находящиеся в родственных отношениях. То есть имеются признаки проживания здесь мигрантов и иных лиц без гражданства. На нелегальных соседей жалуются и сами жители микрорайона. А ведь помещение предназначено для ведения личного подсобного хозяйства. Он все время что-то строит, что-то копает, разрушает. Были даже и пожары небольшие, то есть дымело, люди убегали с этого здания. Уходила земля с дворов, то есть что с моего, что с соседнего, с 15-го дома. К моменту приезда съемочной группы мигранты как будто испарились, но признаки проживания в доме большого количества людей остались. В холодильнике на полках стоит алкоголь и продукты не первой свежести. В антисанитарных условиях нашлось место даже пернатым. Бездыханные тела птиц обнаружили и на участке рядом. Жить с таким соседом – то еще испытание. Он построил фактически свой курятник на нашем заборе. Постоянно горит свет и улетает круглосуточно. Мы вынуждены просто в глухую закрывать наши окна. Он может включать громкую музыку. Поздно ночью. Я по нему не знала, пока не увидела видео, вот это вот шокирующее. Я к животным очень тепло отношусь, в чём я еще зову волонтера. Было страшно смотреть и понимать, что у нас на районе вот такие люди. Даже без экспертизы невооруженным глазом можно увидеть, что при возведении здания были нарушены все строительные нормы и правила. Администрация планирует обратиться в Матичевский городской суд к собственнику с требованием о признании данной постройки самовольной и её сносе, а также наше традиционное требование о предоставлении администрации права на осуществление действий по сносу данной постройки. В случае, если печально знаменитый собственник постройки проигнорирует решение суда, дом снесут принудительно. В настоящее время в производстве профильного управления администрацией находится 251 судебное дело. Работа в этом направлении в Мытищах продолжится. Светлана Покровская, Первый Мытищинский. Об экологии. Сотни мытищинцев приняли участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в нашем округе в минувшие выходные. Горожане вышли на улицы, чтобы высадить деревья и кустарники. Так, например, туи, кленка, штан и сирень уже через несколько лет украсят сквер перед предприятием ОКБ-КП. Там появились более 50 саженцев. Где еще вскоре жители порадуют зеленые насаждения, знает Евгений Ощепков. Сквер на улице Колпакова преображается на глазах. Десятки сотрудников предприятия ОКБ-КП высаживают одно дерево за другим. Экологическая акция «День в лесу» проходит по всему Подмосковью. И мытищи не исключение. Заводчане участвуют в мероприятии с большим энтузиазмом. Мы уже три посадили. Вот одну, вот эту. Вот там клен, кажется. И одну неизвестную с названием. Кроме клена, сквер возле проходной теперь украшают саженцы туи, ореха и каштана. Через несколько лет здесь будет настоящий оазис. В перерывах между работой на благо страны заводчане смогут отдохнуть здесь и пообщаться с коллегами в тени деревьев. Мы очень гордимся и рады, что сегодня, с сегодняшнего дня у нас будет свой собственный маленький лес и парк. «День в лесу» – то мероприятие, которое позволило нам немножко украсть то место, где мы работаем и живем. Активистов угощают сладкими пирожками и горячим чаем. Лесопосадки удались на славу. Старания заводчан будут радовать жителей еще долгие годы. Мы действительно поддерживаем федеральную экологическую акцию и сажаем в нашем городском округе новые зеленые насаждения, которые будут радовать, я думаю, что не только сотрудников ОКБ КП, но и всех жителей нашего городского округа. Кроме сквера ОКБ КП, акция «День в лесу» прошла еще на девяти локациях. В городской черте деревья высадили на улицах Индустриальная, Сосновая и Благовещенская. Жители сельской местности могли поучаствовать в мероприятии на улице Тимирязева и Тенистом бульваре. Даже проливной дождь не стал помехой для мытищенцев. Для дерева такая погода в самый раз. Обильные осадки хорошо увлажняют рыхлую землю. Большое количество воды напитает корневую систему полезными элементами, успокоит ее после стресса и поможет прижиться на новой почве. Невзирая на ливень, люди вышли на улицы, чтобы позаботиться об окружающей среде. Нужно выходить всем жителям, сажать деревья, это очень важно для нашей природы. Призываю всех участвовать в данных акциях, для нашей природы это очень важно. С каждым деревом округ становится красивее, а воздух чище. Удивляет и разнообразие посаженных пород. Сегодня мы здесь высадим несколько видов деревьев. Которые все-таки деревья, как черемуха, яблони, сиреник, зереклоидника. Сделаем одну из локаций в нашем городе зеленее. Всех призываю не оставаться в стороне, в частных акциях. У нас в следующую субботу будет субботник. В территории Парагонска мы будем убирать набережную реки Клязьма от мусора. Поэтому еще раз всех призываю участвовать. Всем спасибо и хорошего настроения. Внести вклад в озеленение городского округа проще, чем кажется. Достаточно взять в руки лопату и присоединиться к группе единомышленников. Экологическая чистота мытищ зависит от нас самих. Евгений Ощепков, Вадим Воробьев. Первый мытищинский. К другим темам. В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отметили машиностроители. Накануне коллектив предприятия ММЗ поздравило руководство округа. Отдельные слова благодарности звучали в адрес тех, кто в эти минуты обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым в зоне специальной военной операции. Современная история мытищинского машиностроительного завода началась в 2009 году, когда на базе метровагон МАШ было образовано отдельное предприятие. В нынешнее время оно вносит значимый вклад в оборону всей страны. Благодаря производимым изделиям наши бойцы на передовой с успехом отстаивают интересы Родины. Вы знаете, что расподавляющее большинство нашей техники на сегодняшний день участвует в СВО. Это большая наша ответственность и, как я уже сказал, очень важная для нас задача восстановления нашей техники. ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. За созданием каждой продукции стоят сотни высококвалифицированных специалистов. Без их труда сложно представить успех предприятия. В профессиональный праздник почетные грамоты вручают тем, кто помогает заводу оставаться на лидерских позициях в своей области. И здесь важен вклад каждого из вас. Потому что своим трудом вы действительно делаете город краше, вы делаете его стабильнее, и, наверное, делаете его одним из лучших среди муниципалитетов Московской области. Среди тех, кто получает слова благодарности, Татьяна Муминова – ведущий инженер предприятия. На заводе она работает с 2010 года. Полученная награда за долгий добросовестный труд мотивирует Матищенку на то, чтобы продолжать и дальше развиваться в своем любимом деле. Я люблю свою работу. Мне нравится работать с людьми, которые сейчас находятся на обороне. Мне приятно, на самом деле, что оценили мой вклад. А вот Евгений Соколян, старший мастер термического участка цеха, работает на ММЗ чуть меньше 10 лет. Однако специалист не скрывает, что за это время успел достичь больших высот в карьере. Теперь он хочет делиться своим опытом с другими. Планы – работать, приобретать новые знания, развиваться, заниматься саморазвитием, как минимум. Ну и стараться других тоже наставлять на путь правильный, чтобы они тоже работали, знали свою работу и старались тоже все делать для блага общества. Профессиональный праздник специалисты Матищенского машиностроительного завода отметили ярко, с приятными словами, благодарностями, цветами и подарками. Но сам производственный цикл остановок не знает. После торжества заводчане с новыми усилиями и мотивацией вновь продолжат выполнять необходимые задачи. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Матищенский. Небольшая реклама прямо сейчас. Далее мы расскажем о семейном забеге, который прошел на выходных в поселке Вешки. И поделимся успехами начинающих мытищенских снайперов. Не переключайтесь. Если ты патриот своей страны, ты молодой, умный и целеустремленный гражданин Российской Федерации, если тебе не безразличный порядок и спокойствие твоего города, поступай на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Межмуниципальное управление МВД России Матищенская. Территория профессионалов. Вы смотрите программу «День» и мы продолжаем. 45 семей и 120 маленьких поклонников бегового спорта объединил ежегодный уаровский кросс в Вешках. Участники преодолели дистанцию в 1,3 км по живописной местности эко-парка при храме святого мученика Уара. После финиша всех ждала большая праздничная программа – песни, танцы и угощения. Анна Смирнова разделила веселые моменты вместе с мытищенцами. Солнечное утро в Вешках. Осенний воздух напоен ароматом сосен и предвкушением спортивного праздника. Поспевает полевая кухня, участники разминаются перед стартом. В экопарк при храме святого мученика Уара стягиваются мытищенцы и гости муниципалитета. Это уже третий легкоатлетический кросс, который проходит при поддержке общественной организации «Здоровое поколение» и администрации округа. Мы же всегда говорим, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Соответственно, родители должны личным примером показывать, что спорт сегодня – это норма жизни. И поэтому вот эти семейные забеги как раз вот этот девиз подчеркивают. Находясь здесь при храме, духовность имеет фундаментальное значение для этого праздника. Святой мученик Уар для нас символ и крепкого духа, и крепкого тела, как воин, который нес свое служение. Сотни человек приехали в живописный уголок поселка Вешки, где их поджидало множество сюрпризов. Так проверить свою мощь в турнире «Ударная силу» захотели не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины. А в интерактивных эстафетах участвовали самые юные гости. Затем мальчишек и девчонок ждал забег на 1,3 километра. Смех, улыбки, слова поддержки – эмоции на старте зашкаливали. Но вот прозвучал сигнал, и маленькие бегуны ринулись вперед, оставляя позади тревоги и сомнения. Марш! Аккуратнее, аккуратнее! Вперед! Кросс по тропинкам экопарка стал настоящим испытанием для юных спортсменов. На финише каждого участника ждали громкие аплодисменты, грамоты и медали. Ведущая уже ежегодного хуаровского кросса – популярный спортивный журналист телеканала «Матч ТВ» Мария Коробова. Соревнования стали еще более захватывающими благодаря ее бойким и профессиональным комментариям. Всего в забеге приняли участие 45 семей. Они с достоинством преодолевали каждый метр пути. И вот финишная прямая. Уставшие, но такие счастливые. Пальму первенства вырвало читачи Буркиных. Эмоции обалденные, потому что дети бежали. Второй забег уже свой. Сегодня детский был, сейчас взрослый, семейный. Очень хороший. Ну, буквально на финишную прямую обогнали первых. После кросса взрослых бегунов угощали полевой кухней, а маленьких – хот-догами и сладкой ватой. Забег в семейном кругу сопровождался танцевальными и вокальными выступлениями. Я получил такие эмоции, что аж как бы до мурашек, потому что сегодняшний день тренд – это здоровый образ жизни. Я уже три года сюда поезжаю, вот, вижу здесь такую теплую, такую душевную, семейную, сплоченную атмосферу, что все люди здесь понимают, зачем и как сюда пришли. Здесь, можно сказать, одни мои единомышленники. Мы первый раз на этом мероприятии, мы никогда не были. Вот, ну, наверное, возьмем в традицию. Да, Вова? Да. Это радость от того, что мы имеем такую возможность всей семьей что-то сделать, пусть даже только для себя. Попробовать свои силы, пообщаться с единомышленниками. Когда здоровое поколение организовывает какие-то мероприятия, это все проходит весело, дружно, с такой теплотой, вот, по-семейному всегда. Финальный аккорд спортивного праздника – награждение победителей и выступление московского казачьего ансамбля «Борода-фолк». Анна Смирнова, Первый Мытищинский. Десятки мытищинских юноармейцев в возрасте от 10 до 16 лет продемонстрировали навыки обращения с винтовкой на состязаниях «Ворошиловский стрелок». Турнир прошел в тире спортивного комплекса «Торпеда». Это мероприятие – часть всероссийского четырехборья легкоатлетов под названием «Шиповка юных». Об успехах начинающих снайперов расскажет Евгений Ощепков. Этот день «Бегим Иманова» запомнит надолго. На плацу перед тиром спортивного комплекса «Торпеда» девушка получает значок юного ворошиловского стрелка. С винтовкой девятиклассница не расстается уже четыре года. Результаты упорных тренировок говорят сами за себя. Самое главное при стрельбе – это быть спокойным, не думать о взлетать, а думать только о самом процессе стрельбы. Если ты спокойный, то все-все получится. Если начнешь задумываться о чем-то другом, то сразу стреляешь мимо, даже если умеешь это делать. Знак отличия юного ворошиловского стрелка появился в 1932 году. До начала 40-х годов его успели получить 9 миллионов человек. Почти все они в годы войны служили снайперами. В 80 лет почетное звание никому не присуждалось, но теперь традиция постепенно возрождается. Перед началом Великой Отечественной войны очень многие молодые люди и девушки имели награды, звания, значки и носили звание ворошиловского стрелка. Мы возрождаем эту традицию, привлекаем молодежь, даем им возможность попробовать свои силы. За последние пару лет получить звание ворошиловского стрелка удалось только трем юнормейцам городского округа. Необходимые нормативы они выполняют на состязаниях, которые проходят раз в сезон. Юноши и девушки соревнуются в двух возрастных категориях – с 10 до 12 и с 13 до 16 лет. Сначала идет коллекционный отбор – это 10 выстрелов. И в рамках норматива ГТО, то есть они должны набрать младшая группа 30 баллов, старшая группа 40 баллов. Затем они выполняют упражнение ВП-20, то есть это 20 выстрелов из положения с опором локтей, а стойку. И ВП-40 – это 40 выстрелов из положения стоя. Осенние стрельбы – один из этапов всероссийского четырехборья «Шиповка юных». Проявить свои спортивные навыки пришли 120 ребят из пяти мутищинских школ. Богдан Литвинов ловко обращается с винтовкой МР-512 с 6 лет. До выполнения нормы ему не хватило всего пары очков, но сдаваться он ни за что не намерен. Я готовился к соревнованиям. Не прошу, к сожалению, но в следующий раз приду и попытаюсь опять сдать. Подготовлюсь еще лучше тогда. Его подруга Елена Немировская стреляет ничуть не хуже. К регулярным походам в ТИР девочку приучили родители. У меня есть автоматик, я попытаюсь возбирать Лёна. Также у меня иногда это не распада. Стать юным ворошиловским стрелком может каждый. Следующие соревнования пройдут через три месяца. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ДСААФ по Московской области. Евгений Ощепков, Алина Сери, Первый Матичинский. В завершении выпуска мы отправимся в путешествие по вкусам Азии. Сделать это можете и вы, посетив новый ресторан китайской изысканной кухни. Панда По – это первое место в округе, где для гостей готовят зарубежные повара. Свои блюда они создают по лучшим традиционным рецептам. Убедитесь сами. Знатоки скажут – это не просто еда. Это целая философия, отражение вековых традиций и мудрости Поднебесной. Мистер Иван, приехавший из китайской провинции Дзилинь, привез в мытище настоящее азиатское сокровище. В китайской кухне – давняя история и богатые традиции. Мы гордимся тем, что привезли в мытище лучшие из них. В ресторане Панда По мы предлагаем не только вкусную еду, но и теплую атмосферу гостеприимства. Панда По – это первое место в нашем округе, где можно попробовать изыски настоящей китайской кухни. Оно открыто для гостей с 11 до 11 по будням и с 11 до полуночи по выходным. У нас самая-самая традиционная пекинская кухня. Повара у нас профессионалы, китайцы с опытом работы больше 20 лет. Есть супы, есть пельмени, салаты есть, порции у нас большие и очень вкусные. В меню свыше 30 традиционных блюд. Классика китайской кухни, приготовленная по секретным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Здесь вы сможете открыть для себя мир азиатских вкусов. Го-бау-жоу, курочка гунбау, томленая говядина с картофелем, изысканный рис и многое другое. Каждое блюдо – это маленькое путешествие в Китай. Я очень давно хотела попробовать китайскую традиционную кухню. И очень повезло, что в Матищах открылся такой ресторан, потому что обычно за этим приходится ездить в Москву. Наконец-то теперь можно прийти, поесть в Гёдзе, встретиться с друзьями, хорошо провести время в комфортной обстановке. Пандапо – это место, где собираются друзья, где царит атмосфера тепла и уюта. Отправьтесь в гастрономическое путешествие по вкусам Азии прямо в Матищах вместе с близкими. Мир китайской кухни открыт по адресу Мира-32Б. На этом я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Не забывайте, что следить за жизнью округа вместе с нами можно в ВКонтакте, в Телеграме и Одноклассниках. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Выходя из дома, обязательно возьми с собой ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никогда не разговаривай с незнакомцами. Возвращайся домой до наступления темноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всегда соблюдай правила безопасности, о которых тебе рассказывают родители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА